Здравствуйте, дорогие садоводы! Вы смотрите канал Сад для Души. Наконец-то состоялся переезд на дачу, и теперь наши сюжеты будут интереснее и проходить все на природе. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о сюжетах первыми, и заходите в Инстаграм. А сегодня поговорим про обработку плодового сада, чтобы не допустить вредителей, собрать максимальное количество урожая и, конечно же, не допустить болезни в наши сады. А вот-вот уже скоро пора будет опрыскивать. Если ваши деревья, вот, выглядят так же, как мои, почки еще не лопнули, тогда вы можете провести, у меня в северном Подмосковье находится сад, можете провести первую такую обработку от болезни мочевиной. Концентрированный раствор, килограмм мочевины на 8-10 литров воды, и опрыскивайте деревья, это суперэффективная вещь от парши. Вторая обработка обязательно осенью после листопада. Я расскажу о том, чем опрыскивать плодовые деревья весной, когда опрыскивать плодовые деревья, и как защитить кустарники от вредителей и болезней. Очень важно время. Вот спрашивают, когда опрыскивать, когда можно опрыскивать. Вот если плюсовая температура хоть плюс 2, плюс 3, все, приступайте к опрыскиваниям. Главное, чтобы в ночь эту и следующую ночь температура не ушла в минус. То есть заранее сверитесь с прогнозом погоды, и если там плюс, и, конечно же, чтобы не было осадков, желательно первые двое суток после опрыскивания, все, это идеальный момент для обработки. Ну и чтобы не было сильного урагана, естественно, тоже. Как правильно опрыскивать деревья, чтобы эффективными были наши действия, и не зря мы с вами трудились. Конечно, опрыскиваем всю крону. Обязательно, тщательно. Я вот до того момента опрыскиваю, пока с нее не потечет. Если у вас опрыскиватель не удлиняется, вот эта штанга, тогда возьмите стремянку длинную. Обязательно опрыскивайте ствол и почву под деревьями. Посмотрите, если осталась листва с прошлого года, ее нужно обязательно убрать, и только затем проводить полную обработку от вредителей. Это очень важно. Итак, мы всегда опрыскиваем несколько раз от вредителей. Если вы видите какой-то препарат, что там написано «однократная обработка», нет, не верьте, фуфло. Потому что вредители весной брачный период, в результате появляется новое поколение вредителей, поэтому как минимум 2-3 обработки провести надо, тоже касается и болезней. Итак, чем мы опрыскиваем от болезней? Вот мочевины, если вы успели, а если нет, первая обработка по зеленому конусу. У меня еще вот-вот где-то, наверное, через недельку будет такое состояние деревьев. Это когда, вы знаете, вот отошли вот так вот, смотрите на дерево издалека, и видите, что там зеленца такая некая появилась, но почки еще не лопнули. Самое время обработать. А препараты? Тиавид, джет, бордовская смесь, абига пик, скор и хорус. Скор и хорус хорошо применять на плодовых деревьев именно от всех болезней. Тиавид, джет, бордовская смесь и абига пик очень хороши для кустарников. Я покажу вот так вот, я большой себе флакон взяла, выглядит абига пик. Вот препарат хорус и тиавид, джет. Очень, кстати, тиавид, джет хорошо борются с ржавчиной на смородине и с мучнистой росой на крыжовнике. Далее, когда мы опрыскиваем первый раз по зеленому конусу, второй раз это от болезней после цветения, и третий раз осенью после листопада, когда все листья упали, не забываем, убираем все листья, я делаю быстрый компост из них, и проводим обработку при плюсовой температуре. Обязательно три обработки. Но если случается так, что вот какие-то болезни напали в середине лета, то, конечно, нужно провести внеплановую обработку. От вредителей тоже проводим несколько обработок. Кстати, расскажу вам сейчас интересную вещь, чем можно еще бороться с вредителями. От вредителей. Препараты Интавир, Актелик, Карбофос, Искра, Фуфанонова. Очень хороший препарат широкого спектра действия. Он практически всех вредителей убивает. Интавир тоже хорош. И Кинмикс, тоже очень хорошие препараты. Обрабатываем опять трижды. Я ориентируюсь на самый ранний сорт яблони, к примеру, или груши, которые зацветают первым. За 4-5 дней до цветения раннего сорта. И вот оно до цветения. И вместе с ним, конечно, мы обрабатываем и среднего, и позднего срока цветения. То есть ориентируемся по ранней яблони или груши, чтобы не пропустить. Обрабатываем до цветения, после цветения, обязательно через несколько дней. И, конечно же, тоже осенью обрабатываем после листопада. Во время цветения мы деревья и кустарники ничем не обрабатываем, чтобы не убить наших полезных насекомых, тружеников, опылителей. То есть все обработки до и после цветения обязательно. Важный момент, чтобы обработки были эффективными, меняйте, чередуйте препараты. К примеру, это касается препаратов от болезней и от вредителей. К примеру, вы опрыскали энтовиром один раз, второй раз вы берете фуфанон нова, третий раз Кинмикс, актелик или карбофос. То есть препараты должны быть все время разными. Обрабатывая от вредителей, не забудьте и про клубнику, долгоносик. Срезают бутоны только так. И про розы тоже очень вредит долгоносик бутоном роз. От болезни обрабатывайте, если бордовской смесью, обработайте тоже и розы, конечно же, в сухую погоду. И теперь я вам расскажу, чем обработать виноград и как бороться с белокрылкой. Виноград Профит Голд. Сейчас тоже покажу несколько препаратов. Вот он, Профит Голд. Кстати, до сих пор это самый эффективный препарат и от фитофторы. Поэтому я вот себе, кстати, закупила. Вот так вот все знают, наверное, да, выглядит таблеточка энтовира. И тоже вот искра от вредителей. Итак, обещала рассказать. Интересную штучку в этом году нашла. Помимо всех обработок, потому что даже если вот обрабатываешь, все равно пробивает, что называется. Бывают вот яблочки с червячками меньше, немножечко, но бывает. Есть такие интересные феромонные ловушки. Вот так вот они выглядят. В виде вот такого конвертика делается ловушка. И там клеевая основа с феромонами для вредителей. На 2-3 яблони хватает одной ловушки. Или вот у меня сейчас для яблонной плодожорки и для смородины стеклянницы. Вешаем ловушку в крону и вредители сами туда попадают. Очень классно. Я не пробовала, но читала очень такие хорошие отзывы. Обязательно попробую в дополнение ко всему. Что еще можно сделать? Можно сделать такой ловчий пояс, но на самой земле. Берете опилки и берете, разводите по инструкции карбофос. Смачиваете опилки, которые находятся в ведре. Не так, чтобы они там утонули, а чтобы были чуть влажными. И таким кольцом по земле вокруг ствола дерева, чтобы вредители не смогли залезть на дерево. Тоже очень эффективно. Примерно на месяц хватает вот такой ловушки. Итак, для винограда Profit Gold опрыскиваем тоже тогда, когда и все деревья. В момент набухания почек. И далее продолжаем недельки через две. От гусениц препарат Lepidocit применяют, когда уже появились первые гусеницы есть. От белокрылки спрашивали. Меня просили назвать препараты. Это опять же Fufanon Nova, Zubar и Tipiki. Вот так выглядит препарат Tipiki. Вот он. От проволочника. Как бороться с проволочником? Есть препарат Pachin от проволочника и от хруща. Препарат Pachin можно внести в землю перед посадкой. А можно еще проволочника попробовать отловить. Берете картофель, на маленькие кусочки ее режете. И в землю, в ямочке на глубину 5 см только пометьте палочкой, такими маячками, где они есть. И через 4-5 дней, посмотрите, проволочник может уже быть на картошке. Просто вынимаете эту картошку и уничтожаете вместе с проволочником. Также картошку клубни, препарат Prestige и Prestige Tator. Также обрабатываете картошку этими препаратами перед посадкой. Очень хорошо помогает от проволочника. Кроме того, от слизней. Да, атакует безобразно. Но есть препарат, который тоже очень хорошо помогает. Это гроза. Вот она. Я раскладываю по одной грануле через растение. Вот со слизнями можно только так. А дальше препарат Previcure. Он может быть в виде такой ампулы и в пузыречке. Он очень хорошо, я сейчас им буду поливать, чуть-чуть потеплеет. Пионы, лилии и клематисы. Он помогает от увядания и вот этих вот гнили, от черной ножки. У томатов тоже помогает. От медведки. Сейчас время борьбы с медведкой. Препарат Rubid. Прям эра английская. А такие зелененькие гранулы. Очень здорово. Смотрите, раскладывайте либо там, где есть ходы. Это по две дырочки. Вот такие характерные ходы для медведки. Либо просто по периметру ваших грядок и клумб. Вы сантиметра на два просто пальчиком делаете вот такие ямки. И раскладываете сюда этот препарат. Сейчас, именно сейчас нужно бороться с медведкой. Пока еще не выросли наши растения. Да, не отросли побеги. И ей нечего есть. Только сейчас ее можно обезвредить таким способом. Ну вот все. Я вам рассказала по поводу всех самых эффективных препаратов. Не пропустите обработку плодового сада. Это очень важно. И теперь спрашивают меня сейчас. Пишут, где можно во время карантина приобрести эти препараты. Я могу вам оставить ссылочку на сайт газонов.com, где я брала. В том числе вот эта ловушка. Есть от вредителей. Там, кроме этого сайта, больше нигде ее я не встретила. Действует сейчас, кстати, служба доставки. Все работают, я проверяла. И в СИЦПОСТ тоже можете заказывать. Там сейчас все работают. Если кому-то нужен код на скидку, пишите. Ну а я желаю, конечно же, вам здоровья, чтобы вредители и вирусы облетали ваши сады стороной. С вами была Светлана Самуэлова. Пока.